Здравствуйте, друзья, это Бизнес Номады. Сегодня у нас в гостях ко-фаундер и CFO проекта Инвестбанк Талхат Кантаев. Отдельный привет Улжасу. Спасибо большое, он тоже передал. Инвестбанк – платформа, которая зародилась изначально где? Зародилась в Сингапуре. Так. В офисе компании, которая называлась Paladime Capital. Это та компания, которую мы начали в 2017 году. Я был, Улжас был фаундером, я был первым, кто присоединился к проекту, то есть членом фаундинг-тим. Да. С 2017 по 22 мы работали как классический ассет менеджмент бутик. Предлагали фондовые продукты, собственно, которые мы создавали сами. Доверительное управление. У нас были фонды как публичные, так и венчурные в поздней стадии. Значит, мы за это время успели открыть и закрыть два венчурных фонда, то есть полностью сделали экзиты за это время. Успели открыть фонд совместно с компанией Шрёдерс. Шрёдерс – это самый большой ассет менеджер в Британии. Так. У них 200-летняя история. Это мультиассет фонд. Инвестирует в акции, в облигации, комодитис и так далее. Значит, в 2021 мы всё больше и больше с ужасом думали, что чтобы сделать определённую экспансию, расширить свой бизнес, нам нужно цифровое решение. Так. Технологическое. Думали разные вариации проекта, как его реализовать. В итоге пришли к идее цифрового инвестиционного банка. На тот момент, как и сейчас, их подобных проектов буквально на пальцах одной руки пересчитать. Причём это мы говорим о планете, да. Да. Значит, в начале 2022 мы решили это делать. На тот момент у нас был мажоритарный акционер в компании. Мы сели за стол переговоров и договорились о выкупе компании. После выкупа мы пошли поднимать венчурный раунд под разработку проекта, который называется Инвестбанк. Подняли раунд, набрали команду разработчиков и, собственно, стартанули разработку. Это была середина 2022 года. И вот в июне, в начале июня этого года на Центральном Евразийском венчурном форуме мы провели презентацию и демонстрацию демо нашей платформы. В сентябре текущего года у нас будет лайфбета, то есть платформа заработает и уже можно будет ей пользоваться инвестором. Мы вас пригласили по одной очень важной причине, что вы, с одной стороны, у вас такой в хорошем смысле классический стартап, но при этом вы сами активно его создавали, в том числе и с точки зрения фандрейзинга. При этом вы люди с большим бэкграундом в финансовой сфере, и поэтому понятно, что вы пошли туда. То есть вы вживую на своем кейсе можете рассказать, какие ошибки не надо совершать, что нужно учесть и так далее. При этом не в менторском смысле, типа вот так делайте, вот так не делайте, а просто рассказывая о том, как происходил пивот. Не знаю, правильные ли термины с того, чем вы занимались раньше. Скорее, это новая звезда, которая у вас родилась в сердцах и которую вы решили реализовать. Почему вы поняли, что надо идти именно в цифровой инвестбанкинг? Я так понимаю, это была какая-то такая, я бы даже сказал, личная боль, в том числе ваших партнеров и клиентов, что вы такие, надо ее решать, да? И это интереснее то, чем мы занимались в классическом смысле раньше. Да, на самом деле, если по порядку, да, это в то же время и как-то новая звезда, но это в том числе и пиво, да, из того, что мы делали. То есть, если совсем грубо, инвестбанк – это цифровая версия того, что мы делали мануально, да, пять лет. И боли, насчет боли, это очень правильно подмечено. То есть, как мы пришли к решению решения, там вытекало из проблем, которые были у нас, у инвесторов, как ты правильно подметил. Значит, все началось с private bank, да, таких как UBS, Credit Suisse, мы с ними очень много работали и по сей день с UBS продолжаем работать, Credit Suisse уже нет, как всем известно. Значит, проблемы начинаются с, начиная там с порога входа, да. То есть инвестор, который, точнее клиент, который приходит в этот банк, хочет открыть счет, ему, во-первых, нужно минимум 5 миллионов долларов, чтобы открыть этот счет, да, как бы с меньшей суммой его просто не откроют. Затем начинаются проблемы с вниманием, да, или наличием, объемом внимания со стороны банка. То есть клиент там с 5-10 миллионами – это очень мелкий клиент для такого банка. И, соответственно, то внимание, которого клиент ожидает, он его не получает в банке, потому что его получают клиенты, которые там условно 30-50 миллионов плюс, да, держат счета. Оттуда начинаются проблемы там в том числе и с управлением их денег, да, они там, банки предлагают услуги по управлению этими деньгами, которые на счете. Затем, естественно, они получают меньше внимания и хуже результаты по их счетам, получается, да, по доходности и так далее. Вот, соответственно, как бы такой клиент, неудовлетворенный сервисом, который предоставляет Pride Bank, он приходит к нам, да, например, и говорит, то есть мы, у меня вот такие-то проблемы, я хотел бы, чтобы у меня портфель выглядел так-то, чтобы он зарабатывал столько-то, но на деле получается вот так-то, плюс эти огромные комиссии, которые мы взимаем за это все. Вот, соответственно, мы решали вот эти проблемы, да, с управлением, с вниманием, который там, то есть персонализированный подход, да, клиентам и так далее. Затем проблемы были с точки зрения классов активов, да, то есть банки без проблем предоставляют доступ к акциям, облигациям, да, ко всем публичным бумагам, инструментам, но когда клиент хочет альтернативку, банки неохотно этим занимаются. А примеры альтернативки это? Ну, то есть, допустим, венчурные инвестиции те же, да, допустим, банки не будут искать таргеты, не будут кастодизировать эти бумаги, не будут их администрировать и так далее. Они могут это сделать только если там очень-очень большой чек. Соответственно, клиент говорит, я хотел бы диверсификацию, мне банк этого не дает, приходит к нам, и мы даем это решение, да, то есть через наши фонды Paladine Ventures, первый, второй, который мы уже успешно закрыли. Или клиент говорит, я вообще хочу, то есть под управление вам отдать деньги, и чтобы это был персонализированный портфель, который вот такой, какой я хотел бы, а не такой, какой мне предлагают там управляющие в банке. Соответственно, мы собираем портфель, предлагаем его и пытаемся дать то, что клиент хотел бы. И в область цифры вы пошли, когда поняли, что это огромный гэп, большая клиентская база, и мануально с ней справиться просто будет невозможно, наверное, да? Да, в том числе, но еще послужило таким серьезным для нас фактором решения, то, что банки сами не стремятся это исправить. То есть они, в принципе, могли бы уже давно это сделать, но они остаются там огромными машинами бюрократическими, у них там одно решение занимает несколько лет, да, пока решение принято, затем пока решение перенесено в цифру, занимает несколько лет и так далее. По некоторым банкам, судя, они вообще туда не стремятся. Поэтому, начиная от вопросов открытия счета, во-первых, это долго и дорого, заканчивая доступом к активам разного класса, эти проблемы были и есть по сей день, и мы решили их решить через цифровое решение. Мы делали это мануально, как бы это в любом случае, так или иначе, все равно получается долго, но зачастую инвесторы не хотят ждать этого времени, поэтому мы решили, что мы это решим. При этом, насколько мы там встречались на полях форума с Алексием, там был разговор о том, что чек входа, вот вы сейчас какую-то цифру конкретно обозначаете, с какой к вам могут прийти? 100 тысяч долларов – это минимальная сумма, чтобы открыть счет в инвестбанке. Это продиктовано нашей лицензией в Сингапуре. Основная лицензия у нас от Сингапурского центрального банка, соответственно, мы по ней можем обслуживать аккредитованных инвесторов. И сумма минимальная для того, чтобы открыть счет – это 100 тысяч долларов. Очень важный, кстати, пункт в этой истории, и очень интересно, насколько он у вас по времени сократился. Это комплайенс базовый, и он отнимает теперь что? Намного меньше времени, но результат тот же, в частности. Это один из примеров. Понятно, сейчас каждый по пунктам разбирать, программы не хватит. Да, то есть у нас все оцифровано. Понятно, есть элементы, где нужно вовлечение человека, но в большинстве это все оцифровано. То есть процесс комплайенса, он весь в цифре. Человек открывает сайт, кликает на открытие счета и проходит комплайенс самостоятельно. То есть он заливает необходимые документы, вписывает данные, вписывает описаловки, и направляет запрос. И, соответственно, так как мы это обрабатываем в цифровом виде, это сокращает время на человека часы. И человек вовлекается только, когда возникает нужда дополнительных документов, дополнительных каких-то объяснений, либо какие-то редфлаги, если возникают. А вот очень важный вопрос. Есть человек 100К, а есть, допустим, 1 миллион. Люди получают примерно одно и то же или все-таки есть градации? Доступ ко всем услугам, он открыт для всех. Другой вопрос в том, что экономически может быть нецелесообразно нанимать внешнего управляющего или адвайзера на счет со 100 тысяч долларов. Даже с миллионом долларов, может быть, это не всегда целесообразно. То есть это надо смотреть, что человек хочет. То есть если человек пришел на нашу платформу за альтернативкой, то есть венчуром или какими-то еще альтернативными классами, там тикеты бывают больше. Соответственно, там условно late-stage ventures, допустим, там миллион, это может быть просто одна инвестиция или две. В таком случае, ну как бы зачем человеку нанимать и платить какие-то лишние комиссии за это и так далее. Но в целом функционал, он открыт. Очень круто. Давай сейчас немного шаг назад. Как твой лично путь происходил в области предпринимательства, там, я не знаю, с учебы в университете, потом почему появился Сингапур, почему, насколько я знаю, до Сингапура еще и были другие страны, ну там у тебя в личном твоем, так сказать, портфеле работы. Вот немножко давай о твоем пути бизнес-номада. Ну, как я часто говорю, наверное, вообще мой путь начался еще со школы. Вот, это важно. Я закончил казахско-турецкий лицей здесь, в Алма-Ате. Это вот такая вот школа, где после нее очень часто люди уезжают куда-нибудь, да, хотя бы на учебу, ну как бы, и нередко работать остается. Вот, то есть все началось там, опять же там такой социум, все куда-то стремятся, естественно, вливаешься в него и тоже думаешь, значит, наверное, так правильно, наверное, так надо, да, как бы, раз все стремятся, я тоже. Вот, с этого все началось. Затем после окончания я поехал в Англию, закончил университет Оксфорд-Брукс по специальности финансы. Затем я вернулся в Казахстан, в Англии я провел пять лет, пока учился вернуться в Казахстан, еще проработал порядка пяти лет в Казахстане, прежде чем уехать в Сингапур. То есть если разобрать этот путь, сначала я начал карьеру в PwC в Алма-Ате, в департаменте консалтинга, затем через несколько лет я перешел там в реальный сектор, да, как это называют, работал в направлении private equity инвестиций в сфере энергетики, затем там реализовав пару проектов, меня пригласили в компанию тоже в энергетическом секторе, которая занималась там производством и сервисом. Там я уже занял там первый раз свою руководящую должность, на позицию зампреда туда пришел по финансам, там тоже реализовал как минимум один интересный проект с Сименсом, ну как бы позже именно та часть Сименса, с которой мы работали, стала частью компании Holden шотландской. Получил эксклюзив на дистрибуцию определенных турбин, энергогенерирующих. И вот как раз когда я заканчивал этот проект, со мной связался Лжас, которого я знал со времен Англии. Он к тому моменту тоже успел переехать в Гонконг, потом в Сингапур, и вот он со мной связался, сообщил, что он начинает основывать компанию и пригласил присоединиться к нему. Так вот я попал в Сингапур, меня часто спрашивают, почему Сингапур, почему ты выбрал там именно ту страну. Ну в моем случае как таковой я не выбирал. Ты выбирал не страну, ты выбирал проект, да. Я выбрал проект, я выбрал партнера и поехал. Если там покрывать какие-то еще страны за это время, ну то есть я как таковой не работал еще в какой-то стране, но я являюсь адвайзером в одном стартапе, который изначально был филиппинским. Так, вот такой вот путь. Азия новая точка роста на мировой карте? Ну хотя нет, это на самом деле старая добрая точка роста, это просто сейчас опять не новое внимание, по твоим ощущениям. Очередной всплеск, однозначно, несколько причин на то, наверное, первая причина, которая до сих пор, наверное, ну может быть не всем ощутилась, это Common Reporting Standard, CRS, в рамках которого там многие страны уже обмениваются информацией по счетам иностранцев в банках, в институтах в той или иной стране. Тот вот эффект от него, он начался еще до пандемии, наверное, мы заметили, что переток инвест, клиентов, да, проект банков из Швейцарии, Европы, там, в Сингапур или в Гонконг, он там начал расти. Затем произошли события в Гонконге, Гонконг перестал быть там, ну… Да, хабом, скажем так, да. Ну, как бы тем Гонконгом, которым он был, и тут начался второй переток, это уже из Гонконга в Сингапур непосредственно, да. Большой поток новых инвесторов, большой поток новых денег, большой поток новых family offices в Сингапуре, и, ну, получилось так, что Сингапур там был бенефициаром, как бы, у всех этих движений последние, там, ну, как минимум пять лет, наверное, да. ВВП Сингапура, кстати, с 2021 на 2022 год, если мне память не изменяет, вырос практически на 50 миллиардов. То есть он был 350, а в конце 2022 он был уже 400 практически. Было бы глупо не воспользоваться этими возможностями в текущей ситуации. Какие вы ставите перед собой, давай, наверное, может быть, одну часть с большой стороны, миссия, стратегия у инвесбанка, с другой стороны, какие-то очень такие практические, приземленные вещи. Ты о части из них уже рассказал, что вы решаете более конкретных людей? Ну, может быть, чуть подробнее. Давай от общего к частному или наоборот, от частного к общему пойдем? Да в целом без разницы. Может быть, я там по структуре инвесбанка расскажу, и там как раз это частично не ответ будет. То есть платформа, условно, если разделить ее на блоки, она дает доступ к публичным активам, к частным активам, и в перспективе планируем, что и к цифровым активам. То есть в сентябре у нас будет первый блок полностью работать, это публичные активы. Какие вопросы решает? Мы даем несколько вариантов работы инвестору на платформе. То есть инвестор приходит, открывает счет и говорит, я хочу самостоятельно управлять своим портфелем. Пожалуйста, да, как бы он имеет весь доступ ко всему Universal Financial Instruments, да, вот он имеет доступ к нему и сам формирует свой портфель, может пользоваться там нашим бесплатным робо-адвайзером, может пользоваться нашим портфолио-билдером, портфолио-оптимайзером и так далее. И сам управляет. В таком случае условно наша платформа зарабатывает на трейдинге и на кастаде. Второй вариант, значит, инвестор приходит, открывает счет и говорит, я хочу адвайзера или менеджера моего портфеля. Значит, у нас на платформе будет список фонд-менеджеров, адвайзеров, из которых он может выбрать. Он выбирает и платит, там будет комиссия определенная за управление, в зависимости от управляющего. Он выбирает и все, пожалуйста, за него управляет его портфелем или дает ему адвайзер, и он сам реализует их. Это второй вариант. В том случае условно наша компания тоже будет присутствовать как управляющий, ну или большой список других. То есть, ну да, отчасти это какой-то marketplace фонд-менеджеров, да? Да. Если мы переходим к блоку там альтернативных, то есть это marketplace какого-то большого количества частных фондов, из которых можно выбрать, это акции технологических компаний, которые еще не публичные. И опять же там человек выбирает, хочет самостоятельно, хочет через профессионального управляющего. Вот. Тем самым, по сути, мы там решаем несколько вопросов. Первое – это то, что инвестор имеет единую платформу с доступом к разным классам активов. Соответственно, ему, во-первых, не нужно иметь несколько счетов в разных местах. У него репортинг очень удобно, он может в одном месте смотреть все свои активы. И плюс ему не нужно идти и искать себе профессионального там адвайзера или управляющего, он просто выбирает его на платформе. На мой взгляд, большинство проблем или пожеланий клиентов private bank это удовлетворяет. А в большом смысле вы как-то формулируете для себя цель? В большом смысле цель по сути мы сейчас стали частью нового условно продукта в мире. То есть есть в Европе один-два игрока, есть в Штатах один игрок, в Азии есть мы, буквально там, по-моему, еще есть один где-то, я уже не помню. То есть условно пять компаний сейчас развивают аналогичные продукты. И это целая новая индустрия, так называемая wealth tech, то есть технология управления благосостоянием. То есть до этого был, ну, есть финтек, есть необанки и так далее, но цифровых инвестиционных банков нет. Соответственно, мы считаем, что мы создаем целую новую индустрию. Это здорово. Вы обсуждали это с остальными игроками? Уже вступали в контакт в других странах? И вообще, насколько это правильно? Как ты считаешь? Наверное, ну, то есть, опять же, с нашей колокольни мы считаем, что это очень правильно. Во-первых, потому что private banking, он очень архаичный, и он, ну, как бы, по-видимому, никуда не стремится, да, от этого. Они продолжают работать там, так, как они работают, находятся в какой-то зоне комфорта, и все. Теперь, если взять одного игрока в Европе, который строит такое же решение, его история такова, что он тоже был ассет-менеджером, видимо, тоже столкнулся с теми же проблемами, с которыми мы. вышел там, условно, от работы, где он был там сотрудником на зарплате, и создал свой стартап, и пилит тоже решение. Он начал чуть раньше нас, соответственно, он там чуть-чуть впереди нас, условно. Есть еще один игрок в Европе, они делают похожие, скажем так, похожие решения, но, допустим, в нашем случае мы работаем и B2B, и B2C, а в случае вот того данного игрока, он работает только B2B, то есть он дает этот solution, решение другим финансиститутам. Тот, что проект, который в США, он делает абсолютно аналогичную тему, что и мы. И я, честно, не успел посмотреть бэкграунд их фаундера, но я подозреваю, что он тоже должен быть схожим. Как интересно, знаешь, если Грири тебя правят в банкинге, это такая обширная поляна, а получается цифровой банкинг инвестиционный, это, ну, то есть есть, в смысле это не будет какая-то, вы там не будете толкаться локтями, всем хватит места. Или ты все-таки видишь, ну, мне кажется, в банкинге неправильно, если есть условный монополист, это будет нехорошо. Поэтому, там, вы себе ставите какой, маркет-шер, там, вся Азия наша, или когда я общался с коллегами, они говорят, ну, вообще мы в какой-то момент видим, что клиенты из любой точки планеты могут к нам прийти. Давай об этом. Да, то есть, я вообще не думаю, что там будет какой-то монополист в этом секторе, потому что сектор технологий, он, ну, да, там есть монополисты, в определенных секторах, и это может когда-то произойти, но, если мы возьмем условно финансовый сектор, ну, нету монопольного банка на весь мир, да, как бы, поэтому я думаю, что это маловероятно, что будет какой-то монопольный игрок. Будут те, кто начал раньше, и у них будет там преимущество первого игрока условно, да, который чуть раньше начал и успел там занять определенную часть рынка. Вот, но в целом я думаю, что на самом деле это настолько большой рынок, что там 5, 10, 20 игроков может там даже не хватить, да, на весь мир. То есть их должно, но их скорее всего будет много через определенное время. Толкотня, она может начаться тогда, когда этих проектов станет много. Пока, то есть условно там 5, 10 проектов, я не вижу, чтобы мы толкались на самом деле. Тут больше, наверное, будет, скажем, толкотня с существующими проект-банками. Наверное, так. Теперь, с точки зрения того, как мы это видим, мы идем в развивающуюся Азию, Emerging Asia, да, это наш фокус, именно поэтому, то есть отчасти мы приземлили здесь, да, в Казахстане, чтобы покрыть Центральную Азию. Почему отчасти? Потому что, ну, как бы в первую очередь мы отсюда родом, нам всегда хотелось сделать что-то хорошее для родины, для страны. вот, поэтому, ну, как бы вторично, в принципе, неплохой рынок, он небольшой, может быть, но интересный. точки зрения. Но, в целом, если так вот на размер посмотреть объем активов, условно, да, казахстанских, которые сейчас управляются за рубежом, это, там, десятки миллиардов, и с учетом того, что, там, CRS, как бы, он все шире и шире работает по всем миру, я думаю, там, перспективы того, что люди начнут держать деньги обратно в Казахстане, растет, и если им дать хорошее решение, то это возможность, там, еще больше, да, увеличиваться. приятнее, когда, ну, там, допустим, тебя заставляют это сделать, но ты приходишь, и есть готовое решение. Да. Намного все это органичнее происходит. Однозначно. Вот, поэтому, то есть, это неплохая точка, и, ну, как бы, здесь, в этой части мира, до сих пор нет какого-то логичного решения, или там, какого-то правед банка, который это решение может дать, хотя бы в мануальном виде, да. Вот, дальше мы планируем, то есть, ну, одновременно Казахстан, Сингапур у нас будет запуск, дальше мы планируем другие страны, Юго-Восточная Азия, Филиппины, Индонезия, ну, будем смотреть, куда будет правильнее двинуться, в какой момент. Вот, в целом, Юго-Восточка очень большой, емкий рынок, полтора триллиона ВВП общий на 10 стран, из них 900 миллиардов, это 4 страны, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, составляет 900 миллиардов, да, больше, больше половины, поэтому, даже там, условно, несколько стран в Юго-Восточке, там уже достаточно большой рынок для нас, понятно, что, как бы, планы через 5 лет могут измениться, и мы можем там вдруг решить идти на Запад, еще куда-то, вот, но, то, что ребята из нашей команды сказали, что в какой-то момент с любой точки мира люди будут открывать счет, почему бы и нет, вполне вероятно. Это такая какая-то, ну, то есть это напрашивающаяся идея, собственно, в этом прелесть цифры, да, отсутствие там географии, да, другой вопрос, то, что для работы с инвестором из той или иной страны, особенно в области финансов, вам, конечно, в отличие от других там, тег-проектов, вам надо быть там активно с регулирующими органами, там и прочие лицензионные вопросы и так далее. Это отдельная история. При этом, знаешь, я бы хотел сказать о чем, я сейчас в нашей беседе услышал очень классную штуку, и мне кажется, если это ядро, а вроде как оно так и есть, из твоих слов, из слов команды, из слов партнера, ко-фаундера, вы всегда, наверное, останетесь такими, в хорошем смысле, мобильными людьми, да, то есть вы пришли туда, потому что те были неповоротливые, но вам вот эту, ух, боевитость не потерять. Как ты думаешь, как это взращивать внутри, в команде и в самих себе? Потому что это не только вас касается, это очень многих касается проектов, которые приходят решать существующую боль, а потом сами, так знаешь, забронзовеют такие уже, такие тяжелые, неповоротливые. Как с этим бороться? Да, кстати, очень хороший вопрос. Я, наверное, какого-то ответа, как с этим бороться, прям четкого у меня нет, как у нас получилось. У нас очень молодая команда, у нас у многих членов команды за плечами опыт уже создания каких-то решений, особенно там у команды разработчиков, они что-то создавали, что-то успели продать уже, да, из своих решений, то есть в них есть вот этот дух стартаперский, и плюс есть у них опыт работы в каких-то крупных организациях, да, в Казахстане, там, в банках и так далее, и они делали, создавали решения там на базе этих крупных корпораций, да, увидели несовершенство в том мире, то есть они создают что-то логичное, но это может просто не пройти там... По каким-то причинам, да. ...совет директоров, да, и они как бы зарубают проект. Вот. И вот таким членам команды очень нравится то, что мы, во-первых, делаем что-то инновационное, что-то новое, что-то большое, и даем поле для вот этой креативности. Вот. Отсюда возникает очень большая вовлеченность всей команды. У нас очень, то есть мотивированная команда, все максимально вовлечены в проект, все в курсе в курсе деталей проекта, что происходит, куда мы движемся. Мы там часто проводим условно там сборы со всей командой, где мы делимся видением, чтобы каждый член знал, куда мы двигаемся. Отсюда, наверное, появляется такая большая мотивированность команды, когда они чувствуют себя частью частью чего-то, что собирается там вырасти во что-то очень большое, инновационное. А вопрос, как не забронзоветь и нам, фаундерам, и команде, это, наверное, нам еще предстоит самим понятие решить, когда пойдет. Ну, надо просто эту мысль держать где-то там в офисе, пусть висит на деске на входе. Да, или как бы… Помните, с чего мы начинали. Каждые несколько лет может быть там какую-то новую кровь в команду привлекать. Сейчас у нас статистически, я не знаю, но по ощущениям у нас средний возраст, команда это 30-35 лет. Идеальный возраст. И, наверное, надо каких-то новых виженеров, людей время от времени привлекать. Это интересная мысль. Давай немножечко в завершении беседы поговорим о таких каких-то, я не знаю, можно ли их назвать хаками или хинтами, подсказочками для тех, кто сейчас хочет, готов, созрел к чему-то новому в своей жизни. Причем, возможно, это достаточно большой пласт нашей аудитории, мы там видим по срезу статистическому. Это люди, которые сейчас в найме, кто-то там на топовых позициях. И вот их, понимаешь, вот их свербит сейчас вот уже что-то вот. Вот как вот этот выход из зоны комфорта с классным соцпакетом и прочими делами и уверенностью. Супруга говорит, а у нас ипотека еще и так далее. Куда ты сейчас со своим стартапом условно? Вот как принять решение в этом смысле? Ну, опять же, вытолкнуть себя из зоны комфорта может только сам человек. Никто его, наверное, не сможет замотивировать настолько сильно, чтобы он вдруг поменял и решение свое, и супруги. То есть, в первую очередь, у человека, наверное, у самого должно быть желание. Но, чтобы я посоветовал, то есть, не бояться. Не бояться, потому что, ну, это там базово, если там где угодно посмотреть, высокие риски, высокие доходности, условно, в финансах, да. Тут в данном кейсе, допустим, человек уходит с насиженного места, комфортного, с какой-то хорошей зарплаты, но в перспективе, если мы говорим о экономических вещах, если стартап выстреливает, естественно, там человек имеет возможность в какой-то момент стать там и мультимиллионером, и миллиардером, если компания вырастает, да, и уникорна делает там IPO, exit и так далее. И как бы человек заработает больше, чем он заработал за всю жизнь до этого, да, условно. Вот. Тут больше про мотивацию, да, кого что мотивирует, кто идет за реализацией профессиональной, кто идет за какими-то финансовыми будущими, да, результатами и так далее. Поэтому, наверное, каждый должен для себя понять, чего ему хотелось бы, если вдруг человек, ну, как бы, считает, что он именно корпоративный профессионал, да. Это тоже нормально. Это тоже нормально, да, то есть можно внутри корпоративный, там, корпоративный мир расти, дорастать, да. Мы с тобой знаем, какие замечательные фиксированные оплаты плюс бонусы у топ-менеджеров могут быть, и в этом смысле порой они могут быть даже и побогаче, чем фаундеры. Мы с тобой знаем такие примеры. конечно, и не у каждого фаундера получается стартап, это не так, то есть статистика выживания стартапов тоже такая, да, не очень высокая. Поэтому это вопрос каждого, который каждый себе в первую очередь должен задать. но если вдруг кто-то хочет действительно профессионально реализоваться и чувствует, что в корпоративной среде ему недостаточно дают свободы и креативности, ну, естественно, человеку, думаю, стоит попробовать. Я в целом не хотел бы никому там давать советы, но мне кажется, что сейчас в целом мир уже достаточно зрелый в вопросах стартапов, венчурных инвестиций и так далее. То есть поднять венчурные инвестиции, наверное, сейчас в наших краях уже гораздо легче, чем было 5-10 лет назад поднять венчурные инвестиции в каких-то крупных рынках, где это уже очень такой зрелый рынок, там, в США, там, в Юго-Восточке стало, ну, соответственно, еще легче, потому что там объем денег большой. В целом инвесторы привыкли, многие, которые там условно раньше не были готовы к подобным инвестициям, да, они созрели к венчурным историям, их становится больше, ну, соответственно, когда таких инвесторов больше, там, размеры фондов гораздо больше становятся, там, те же секвойи и прочие там поднимают огромные раунды, соответственно, ну, как бы это говорит о том, что капитала в этом секторе стало больше, и сейчас, ну, условно, профессионалов в сфере IT, разработчиков, естественно, да, как бы прослойка их очень большая, да, стала, можно найти и спецов, можно найти и деньги, и, то есть, если идея действительно человеку кажется стоящей, что если эта идея, это решение решает вопросы большие, большого количества людей, облегчает, облегчит жизнь, допустим, да, большого количества людей, почему бы нет, почему не попробовать, мне кажется, скорее всего, вы еще и на этом заработаете, если это надо людям, плюс, мне кажется, ну, это же аналог MBA, только в реальной жизни, да, этот опыт останется с вами в любом случае, даже если, безусловно, его обратно можно в корпоративный сектор принести, плюс, ну, как бы, если посмотреть на ту прослойку профессионалов, которые уезжают за границу получать MBA, допустим, в Штатах, который там длится два года, по деньгам обходится там 200-300 тысяч долларов, например, да, за те же деньги, допустим, теоретически за два-три года можно поднять MVP и пойти поднять сидраунд, там, при сид, при эй, там, что угодно, вот, поэтому, тут, дело каждого, вопрос каждого, но мне кажется, пойти создать свою компанию, свой стартап технологический, это, ну, реальная альтернатива MBA, можно так вот. Согласен, прям очень круто, сейчас мы это нащупали, эту историю. И самое последнее, это ни в коем случае, дорогие друзья, важный дисклеймер, не является инвестиционной рекомендацией, это важно отметить, но у тебя, как у профессионала, в завершении беседы я не могу не спросить, о чем нужно думать, о некоторых каких-то важных вещах, которые подошли бы любому инвестору, особенно, который только делает первые шаги в своих, подвести, ну, помимо того, что, если он может стать клиентом инвестбанка, вот вообще человек, все, я, я не знаю, там, есть лишняя квартира, я лучше ее продам, что-то буду делать с этим, например, чем они будут лежать на депозите. Есть ведь какие-то базовые вещи, о которых человек должен думать, и ты наверняка можешь чем-то таким поделиться. Да, безусловно. Во-первых, как бы есть такие стереотипы не только в Казахстане, но, как бы, допустим, в других рынках, там, стереотипы привычки, да? Да. То есть, инвестиция в недвижимость, это железобетонные инвестиции, или деньги, которые лежат на депозите в банке, это, там, максимально застрахованные, там, безопасно лежащие деньги, то есть, это, ну, такие, резонные, и такие, закоренелые стереотипы, то есть, условно, если мы возьмем банки в Казахстане, и, там, депозиты, в них, то есть, которые лежат на депозитах, то есть, во-первых, у банков есть кредитные рейтинги, да? Да. На это, как бы, в наших краях редко смотрят, ну, условно, там, банк с рейтингом, допустим, B- или, там, C- плюс, или, в этом моменте, считается достаточно рискованным, как бы, предприятием, скажем так, и риск потери, там, депозита, условно, там, в процентном соотношении, он, на самом деле, может быть высоким, потому что этот банк, теоретически, подвержен риску банкротства. и в то же время есть, допустим, акции определенных компаний, ну, как бы, заезжено, ну, условно, Apple, да, с очень высоким кредитным рейтингом, там, A или около того, да, и, как бы, инвестиция, по сути, с точки зрения риск-реворд, с точки зрения, там, риск-менеджмента, там, в акции Apple, она гораздо надежнее, чем деньги на депоситет. Ближай деньги, да. Ну, как бы, это важная ремарка, которую обязательно нужно отмечать, мы с Бахтом, кстати, об этом говорили, там, аллоцируйте, вновь, в первое время, не более 5, ну, максимум 10% от вашего капитала в эту сторону. Да, действительно, ну, то есть, когда первые шаги, естественно, нужно потихоньку к этому подходить, естественно, нельзя сразу вложить все деньги, все запасы свои, да, и размещать их, во все, что видно, допустим, да, или во все, что хайпово, да, там, нельзя все деньги держать в Тесле, то есть, там, в любом случае, нужно постепенно подходить, во-первых, во-вторых, нужна диверсификация, нужны не только, там, бумаги технологических компаний, которые, там, в определенном периоде быстро растут, нужны и компании, там, так называемые value stocks, да, бумаги ценностей, которые не так быстро в цене растут, но они платят дивиденды стабильно, и так далее, то есть диверсификация должна быть и с точки зрения компаний, и с точки зрения регионов, и с точки зрения секторов, об этом нельзя забывать, есть инструменты хеджирования, да, допустим, там, золото считается одним из инструментов, оно, условно, там, в какой-то отдельный взятый период, может быть, не принесет никаких денег, или, наоборот, будет, там, отрицательный результат показывать, но держать какой-то кусочек, допустим, в инструментах хеджирования, это очень важно, потому что мы никогда не знаем, когда наступит вот тот момент, так называемый, черного лебедя, да, если он наступит, как бы все будет падать, и золото будет расти, тогда оно спасет, там, часть портфеля, условно, да, об этих вещах нельзя забывать, я замечал, там, ну, наверное, достаточно часто среди новых инвесторов, которые только начали, вот, в рынок ценных бумаг, инвестировать, они часто держат очень концентрированные портфели, с малым количеством компаний, и часто бывает, там, бумаги держатся в каких-то акциях роста, growth stocks, да, которые в определенный период, быстро растут, но они также быстро могут падать в другие периоды, да, соответственно, вопрос, опять же, диверсификации, и хеджирование, он, ну, как бы часто не ставится, да, в таких случаях, об этом нельзя забывать, я бы вообще в целом рекомендовал всем, там, почитать книжку, или посмотреть видео, в которых, там, в большом количестве, может быть, даже, там, взять какой-то короткий курс на, той же курсере, да, по инвестициям, да, и какие-то базовые вещи изучить, до того, как вы начнете что-то делать, до того, как начать, да, знаешь, судя по тому, что мы сейчас говорили, я, кстати, этого вопроса не задавал, а, несмотря на то, что вы делаете такие революционные вещи, я бы сказал, причем, worldwide, вы при этом, что касается финансов, я так думаю, и твое ДНК здесь тоже присутствует, вы такие достаточно консервативные, в лучшем смысле этого слова люди, да, то есть, то, что вы занимаетесь цифрой, не означает, что вы там, вперед, шашкой рубите, спасибо большое, на самом деле, очень правильное наблюдение, то есть, мы стараемся, в первую очередь, подходить из лучших интересов наших клиентов, наших инвесторов, да, соответственно, мы очень четко пытаемся понять риск-аппетит каждого клиента и уже под него предлагать продукты, решения, бывают клиенты, которые приходят с одним пониманием, но как бы после, одного-двух раундов беседки, понимают, что нужно немножко скорректироваться в планах и так далее, поэтому, то есть, мы в первую очередь за сохранность, там, именно поэтому наш флагманский фонд Paladay Matlas, который вот совместно с компанией Schröder's, он инструмент накопительный, в первую очередь, это консервативный такой фонд с целевой доходностью 7-8 процентов годовых в долларах, да, там у нас есть, ну, как бы, инструменты хеджирования обязательно, обязательно там ребаланс происходит, как минимум, раз в квартал, обязательно есть часть портфеля в акциях ценностей, value stocks, которые там обеспечивают какой-то постоянный приход в дивидендах и так далее, да, в том числе у нас есть собственный продукт хеджирования, который мы создали, он называется Paladay Crisis Alpha, это ETI, это, то есть инструмент, который залистингован на штутгартской бирже, вы можете просто зайти на свой счет и купить любой инвестор, то есть этот же фонд, он держится в наших других инструментах, как инструмент хеджирования, да, то есть это для нас, то есть условно риск-менеджмент, это настолько же важно, насколько там результат там по доходности портфеля и так далее, мы готовы немножко пожертвовать доходностью, но обеспечить большую безопасность портфеля. Это очень важно. Большое спасибо, Talhat, мне кажется, нам с тобой, с Ужасом нужно будет встретиться где-нибудь через год, может у вас в сингапурском офисе, здесь, в Алма-Ате или где-то еще обязательно, чтобы обменяться, так сказать, посмотреть транспетично, что произошло после запуска через год. Мы желаем вам успехов искренне, вы прям радуете сердце своей работой. Спасибо большое. Друзья, напомню, сегодня в Бизнес-Номадах был CFO и ко-фаундер инвестбанка оттолкать кунтайру.